Я, Савельев Андрей Николаевич, я монархист. Я возглавляю партию национал-патриотов. У нас в уставе написано «Национально-патриотическая партия Великая Россия». Это не монархическая партия. Монархистов у нас в партии даже не большинство, а может быть, даже всего несколько человек. Я исповедую монархические взгляды. И, может быть, люди начинают путать. Вот есть партия национал-патриотов и есть лидер этой партии, который еще обсуждает вопросы монархии. У нас в уставе и в программе партии написано, что монархия – это некий такой идеальный модель общества, которая у нас была реализована в истории нашей страны из тысячелетней, тысячестолетней истории, как минимум тысячи лет, это история монархической России. Поэтому взять и отбросить и сказать, что это все архаика, всем этим даже интересоваться не надо. Вот 20-й век залит кровью, залит ложью. И в 21-м веке все это продолжается. А есть история, в которой есть замечательные уроки и героизма, и подвижничества, и государственной мудрости. Это история монархическая, и от нее вы никуда не денетесь. Если вы хотите быть русскими людьми, если вы хотите продолжать древнюю историю, а не ту, которая возникла в 20-м веке, то вы обращаетесь к опыту монархии. Вот эти все страхи, там будут дворяне, бояре, ну это же чепуха все. 21-й век, и если дворянский статус и будет восстановлен, то он, естественно, не будет совпадать с тем, что был в 19-м веке. Естественно, что за службу должны быть какие-то привилегии. Но только за службу. Как и начиналось у Петра Первого, что такое дворянин? Это человек, который рискует своей жизнью на войне, а ему за эти риски предоставлена возможность нормально жить, лучше, чем те, кто не рискует жизнью. Поэтому у него есть надел, на котором работают крестьяне, которые его обеспечивают, и там осуществляется набор тех, кто составит отряд этого дворянина, и они пойдут служить и, может быть, сложат голову за отечество. С этого все начиналось. Служилое дворянство не просто привилегии, потому что ты потомок дворянина отдаленных времен, а потому что ты служишь. Вот за службу, соответствующие почести и привилегии, это нормально. Тогда это можно назвать новым дворянством. Старое дворянство, конечно, оно вымерло все, только потомки остались, больше ничего. А новое, ну, будет монарх. Если будет воля Божья, если будет воля народа, без которой тоже невозможно перейти от республики, к монархии, ну, замечу, один из величайших исторических опытов, это опыт Римской империи. Ну, древний, да, конечно, древний. Но еще тысячу лет прибавили истории, перейдя от республики к монархии, к империи. Мы хотим продолжить свою историю? Вот у нас что-то как-то с республиканским порядком не очень заладилось. Прямо, скажем, история 20 века, история нынешняя, она как-то не очень привлекательна. И каких-то, ну, понимаете, вот императоры за сотню лет представляли выдающиеся образцы государственной мудрости. И там подвигов на полях, сражений, и много чего. То есть, когда мы изучаем, например, Римскую империю или Русскую империю, мы увидим выдающиеся реформы и выдающихся людей. А у нас за столетия советской власти и постсоветской власти как-то с выдающимися людьми не очень, прям скажем. Выдающиеся ученые, да, но выдающиеся ученые по всему миру есть. И успехи экономические по всему миру не уступали советским успехам. А сейчас уж постсоветским, ну, это вообще просто, кроме деградации мы не видим ничего. Она смягчается успехами научно-технического прогресса, но реально это деградация общества, государства, экономики. Поэтому надо пользоваться историческим опытом, который есть. И давайте не путать. Мы же не говорим о том, что сейчас мы Грудинина объявим монархам, это же глупость, или что на завтра будет монархия. Давайте мы сначала расправимся с воровской властью. Начнем нормально жить. Народу вернем подлинную его историю. Такой, которой она была, а не как она записана в учебниках. Обратимся к работам выдающихся ученых, историков, которые нам покажут то, что было с нашим народом в течение длительной его истории. И триумфы, и трагедии, и предателей, и героев. И тогда, может быть, я предполагаю так, что правда о русской истории, она восстановит уважение к монархическим институтам. Тогда, может быть, мы вернемся к этому разговору. Сейчас у нас разговор другой. На выборах мы должны смести воровскую и предательскую власть. Грудинин должен стать президентом. Другого кандидата у нас нет. Только он противостоит вот этой негодяйской власти во главе с Путиным. Либо он побеждает, либо эта власть продолжает разорять нашу страну. И, скорее всего, это уже не кончится вот таким спокойным процессом конкуренции на выборах. Это кончится очень плохо. Давайте мы постараемся на этих выборах победить.